Ну а кому просто читать скучно, можно читать под музыку, как это делает наш гость Дмитрий Ястребов из группы Вапанк. Все равно, все мне равно, мне все равно, сентябрь, август или май, мне все равно, сиди и воспринимай, мне все равно, хоть ты там зал и взрывай, мне все равно, все равно, все мне равно. Хип-хоп такая штука, башкой качаем в ритм, где куча критиков, что разберут на части рифмы, раскритикуют твой образ, и образ ты не вкатит даже дамам, если ты не вышел рожей, не быть похожей. Это образ в этом деле, поэтому каждый второй теперь скачет на сцене, модном прикиде, зажав мембрану майка с желанием в груди, собрать побольше лайков. Каждый второй он с улиц, каждый первый мессия, за монитором дома, в стенах своей квартиры, я то ли третий, то ли не вошел в списки, хип-хоп от сердца, затерялся на страницах уже который год. Хип-хоп в крови, да, да вы увидите. Мне все равно, сентябрь, август или май, мне все равно, сиди и воспринимай, мне все равно, хоть ты там зал и взрывай, мне все равно, все равно, все мне равно. Привет, привет, Дмитрий. Доброе утро. С кем ты к нам пришел сегодня? Я пришел непосредственно, скажу даже так, я являюсь педагогом дополнительного образования 20 искусств пионеров. Слушай, ты такие классные педагоги. И пришел я непосредственно со своими учениками, подопечными, ребят, можно вас сюда, не стесняйтесь, пропекайте. Вот, собственно, Дима, мой маленький тезка и Ваня, и зовут их Китс МС. Так, ну давайте, рассказывайте, как называется ваш коллектив, кто придумал название? У нас, как сказать, я состою в одном коллективе, это непосредственно группа ВАБАНК. Он состоит из двух человек, это я и певица Анна. Анна в данную минуту находится в другом городе на обучении. А ребята, непосредственно мои ученики, то есть им всего по 9 лет, они уже, уже, уже выступали, ну, похвастаюсь немножко, конечно, своими достижениями. Они уже выступали в областной лиге КВН на разогреве группы Каста. Ну и на многих мероприятиях, собственно, брали уже какие-то фестивали, выигрывали. У ребят даже старше меня, то есть мне сейчас 24 года, они выигрывали там у 27-летних в своем 9-летнем возрасте. Ну и, собственно, название придумал им и собрал их я. А, парни, а почему вы в рэп-то пришли? К чему именно этот стиль вы выбрали для творчества? Ну, этот стиль, ну, я даже не знаю, мне вот просто нравится хип-хоп так, что... Мне раньше вообще нравился рок, драйв. А сейчас мне нравится хип-хоп, это как-то так круто. Ну, вот видно, что это у тебя в жизни-то перешло, эти манеры. Ваня, тебе. Мне вообще нравится хип-хоп, роковые группы и рэп. И я пошел сюда, чтобы стать, можно сказать, так, звездой. Понятно. Хорошо, а кто ваш кумир? На кого вы хотите быть похожими? Этот человек стоит сейчас рядом с нами. Такой компонент у нас, Дмитриев. Слушайте, ребята, скажите... А давай тогда спросим у Дмитрия, кто его кумир? На кого он равняется? Мне кажется, есть такое выражение, не создай себе кумира, да? Есть люди, которые... Чье творчество близко мне по духу. И не важно, это рок, рэп, либо это актер, вообще не имеет сути. Главное то, что человек пытается нанести. То есть творчество, оно же во всем это вот как, знаете, сегодня я пошел вот этим, почему, а завтра вот этим. Вот такой, проявил небольшой творческий подход. Ну, Рабжи, это черная музыка. Почему мы... Ну, я готов был поспорить, ну, это не черная музыка. Существует три вещи, я всем рассказываю, три вариации того, как появился именно, зародилась вот эта музыка. Расскажи. Это первое, непосредственно, когда в местах не столь отдаленных сидели черные афроамериканцы и набивали бит, потому что не было музыкальных инструментов. Это раз. Вторая версия, это когда на вечеринках они начали начитывать какие-то четверстиши, то есть это МС. И третье, мне очень нравится, она своим своеобразием, это, знаете, вот во времена царей, когда начиналась музыка, выходил в шуты и, ну, как бы, напеваясь, высмеивая, зачитывал какие-то, ну, куплеты, а рассказики. Это же тоже какое-то... А вот если это так, то получается, что рэп зародился-то как раз где-то на нашей земле. Ну, не факт, что он на нашей, но где-то, где-то все-таки, может быть, и произошло. И, кстати, первая даже музыкальная, так скажем, белая рэп-группа, это... Ну, они не стали популярными, это под танцовка Мадонны. Вот так вот. Понятно. Слушайте, я хотела спросить, вот у ребят, все-таки хип-хоп это такой хулиганский стиль, а вот как ваши мамы относятся к тому, что вы этим занимаетесь? Отличные. Обычно? Обычно, просто обычно. Ему понравится? Просто. Ну, и не такой уж он хулиганский. Кто пишет песни? Кто сочиняет тексты? Ну, бывает, бывает, что мы, но обычно... И бывает, что Дима. Да. Понятно. А на какие темы вы в основном пишете, о чем? В основном, вот, может быть, у нас, наверное, есть «Я люблю хип-хоп». У нас есть песня, например, «У меня в кармане». Мы в ней рассказываем о том, что лежит у меня в кармане. Ну, то есть, это песня про жизнь, в принципе, про вашу. Скажите, а девчонок-то вы вот в свой коллектив хотели бы позвать? Это у вас есть в коллективе. Есть у вас? Ну, у девчонка есть уже одна, что Дмитрий рассказал. Ну, это у Димы, да, в коллективе. А вот у ребят тоже есть. А, это у тебя в коллективе. Да, 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 это у Димы. На самом деле их очень много. То есть, это... Я же работаю, грубо говоря, в целой школе, школа МСинга. И у нас большое количество учеников. И есть и девушки, есть и ребята, есть и мои ровесники, есть. То есть, получается, группа Китс МС, это не только Ваня и Дима, да? Это два человека. А, это два. Да. Потому как у них у всех свои коллективчики, либо они непосредственно работают. Ребята, а как совмещаете вот учебу и концерты, выступления, репетиции? Одно другому не мешает? Не мешает ли? Не мешает. Не сказывается на успеваемости? Ну, правда, иногда в школе некоторые говорят, почитай, почитай. Так зато, наверное, популярностью пользуетесь. Да. Ну, и еще, знаете, что хочется спросить? Вот в том же фильме «Седьмая миля», да, мы видели, как импровизируют рэперы. Восьмая миля. Восьмая миля. Да. Да, и сейчас существуют такие вот состязания, соревнования? Да, на самом деле, существуют. Это часть фестивалей. Ну, либо просто можно, так скажем... Ну, вот я люблю, сидя за рулем, включить какую-нибудь минусовку и, так скажем, размять свой речевой аппарат. Не только методом скороговорок и упражнений для риторики лица, а непосредственно начитывая какие-то рифмы. И даже, расскажу вам более секрет, вот Дмитрий, он выиграл... Нет, он один выиграл фристайл-фестиваль, и один в одном занял третье место. То есть вот он такой непосредственно фристайлер. Ну, все понятно, друзья. Сейчас, я так понимаю, не импровизация прозвучит, а готовый вариант какой-то, да? От песни из жизни группы Ва-Банк. Ну, а мы со Светой прощаемся. От песни Kids MC. Kids MC? От группы Kids MC, конечно. Ах, вот как. Понятно. Ну, что ж, друзья, мы прощаемся с вами. Для вас работали Светлана Токарева. И Дмитрий Наумчик. Удачных вам выходных. И хорошего настроения сегодня и всегда. Kids MC. У меня в кармане две жвачки-пачки, широкие очки и моделька-тачки. Старый телефон и премездая улитка. Городские орехи, шоколада-плитка. Пистолет на пульках, пулька к пистолету. Пенопласт-газета, джавая монета. Человечек-лега, без одной руки, без одной ноги. И без головы, кусочек изоленты. У меня в кармане два мунышных зуба и чуть-чуть банана. Кисточка для рисования на листах бумаги. Кубик, нора, кубик, маги. И главная задача не узнала мама, что мы в кармане. И не наругала, что хранится. У меня в кармане, я расскажу друзьям, не расскажу маме, что хранится. В моем кармане много чеков-сящих наушники, мел, конфеты и фантики. И сломанная кармана, что постигли ногушка. Ногушку, кстати, я забрал у подружки. Кружка, судей, день, точнее кружки, ручка. Наклейка, Микки, переводка, как катушка. Ее я на плечо, мама не узнает. Если знает мама, точно все не знают. Поэтому тебе все это по секрету. В моем кармане ничего и нету, что хранится. У меня в кармане, я расскажу друзьям, не расскажу маме, что хранится. У меня в кармане, я расскажу друзьям, не расскажу маме, что хранится. У меня в кармане, я расскажу друзьям.